Об опасности новых штаммов ковид предупреждают ВОЗ. Главные поставщики мутации страны с низким охватом вакцинации. Поэтому специалисты ВОЗ призывают не спешить с открытием границ и снятием карантинных мер. Но несмотря на предостережения, мир спешит вернуться к привычной жизни. Где массово снимают ограничения, расскажет Елена Меньшова. В Европе празднуют успехи прививочных компаний. Сертификатами вакцинации обзавелись уже более миллиона жителей Евросоюза. Пока система ковидных паспортов работает в тестовом режиме. Но страны уже постепенно снимают карантинные ограничения. Смягчают меры Испания, Франция, Италия, Великобритания, Бельгия и другие страны. Смягчают карантинные меры даже в Индии, наиболее пострадавшей от пандемии. В Мумбаи продлили время работы магазинов. Рестораны и кафе открылись с 50-процентной загрузкой. Нам разрешили работать до 4 часов. Этот шаг позволит мелким предпринимателям продержаться на плаву. Но многие люди по-прежнему не носят маски. Если не принять меры, проблема не решится. Но не везде открытие границ встречается энтузиазмом. Жители Токио вышли на митинг, требуя запрета Олимпиады. Они боятся, что наплыв туристов и иностранных делегаций вызовет всплеск соболевания. Более 300 протестующих прошли по улицам, скандируя «Олимпиада угрожает жизни». В Китае отказались платить репарации за коронавирус. 10 триллионов долларов за распространение ковид потребовал в качестве компенсации экс-президент США Дональд Трамп. Но в МИД Китая заявили требования Трампа попытка переложить ответственность на других. За время его президентства от ковид в США погибнет более 400 тысяч граждан. А на Филиппинах будут наказывать за намеренное заражение коронавирусом. Отмени, если гражданин, зная о своей болезни, заразил другого. И тот умер, судить будут, как за умышленное убийство. Инициативу уже поддержал президент Родриго Дутерте. Вот такие суровые меры. Наталья. Спасибо, Елена.